Быть или не быть? Вот в чём вопрос Но реакция на Флэша сегодня быть Погнали! Ну в этом же нет никакого смысла Надо найти Цикаду пока не изменился таймлайн Так он уже же меняется В чём смысл ваших поисков? Что? Что вы несёте? Эмммм Эммм Наука? Заебись они там сидят По центру кафе и она орёт Аааа назвали ей кофе в честь меня Ха-ха-ха Что блять? Просто Просто лол Просто лол Пиздец они нашли книжку Под названием Седаб Мотивация Неплохо Неплохо. Леонард Снарт. Он сказал, что он не хочет быть спасен. И вы создавали свой способ, чтобы его спасать себя. Есть часть тебя, которая знает, что ты не должен позволить твоему прошлому найти тебя. Кроме того, Снарт уже работал с нами в тот момент. Фрест. Ты дарил ее убить тебя. Давай, поднимайся к твоему имени, Фрест. И что она делала? Пластик. Плаза продолжается и продолжается. Леонард, все эти моменты Книга. Всегда мотивация автора Барри Аллен. Вот что мы ждем. Какие книги мы заслужили. Да. А нельзя просто вколоть, ну типа, на похуй. Вкали ему. Пугалол уже. Ага. Ахуй. Мотивация. Седабовская. Классика. Классика. Классика мира. Но не сработало в этот раз. Решили сыграть на неожиданности. Я не говорю о моем легкаре. Да, какое к черту нахуй наследие. Может не ради этого убивают всех. Что вы несете вообще? С одной тычки улетел. Почему нельзя было просто пугалол вколоть сзади? Что за бред? А почему не могут во времени вернуться? А, ну да, сценарий. Только в одной серии можно было возвращаться в этом сезоне. Лимит на возвращение. Во времени исчерпан. К сожалению. Люблю. Вот этот лучший момент. Потому что я тоже папа. Моя дочь. Я люблю ее больше, чем я никогда не знал. Классика. Я бы сделала что-то, чтобы сделать мир лучше. И мы уверены, что все в этом сезоне осталось. Конечно. Что случилось? Что случилось? Я не знаю. Я должен проверить его. Нет! Кто-то пришел. О! 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 Второй цикада, кайф. Что может быть тупее, чем один цикада? Что может быть тупее, чем один цикада, две цикады? Все с твисты? А, это... Я понял, это дочь из будущего этого дебила. Ясно. О! ясно вот еще вот и сюжет подъехал наконец-то сюжет пиздец лому вот это нахуя вообще было ну что это ну что это за хуйня но вырубить поскорее закончите серию блядь бегать кругом на хуйку блять а молнию хочет пустить гений нет бы просто шею скрутануть сзади нет надо молничать опустить блять по выёбываться гений ну ничего ничего все нормально нормально серик фанатам сойдет все смерть зарезали врача бедного за шоу-то за шоу пиздец команда флэша не поняла не поняла кто это но даже полоумный дебил блять поняла бы что какая-то интрига мне интересно узнать чем кончится ветка тоуна это единственное что интересно в этой кучи малой скажем но пиздец но они блять не догадаться что это его дочь вы поняли короче не дочь а племянница но бля это вот просто она появляется видно что эта тёлка просто по внешке видно что тёлка у нее силы нахуй мета люди человека другие не такие как у этого сразу первое это его дочь из будущего все блять все ну как блять ну лол ну вообще все бля я я догадался с первого ее появления что это дочь а тут ребята которые воюют с каким-то дебилами уже пять лет не могут догадаться на тощина ну к серьезно но это не уровень но это не уровень ребят но это не уровень ребят я приемная сфера тоуна временная сфера тоуна м так ее же уничтожили еще в первом сезоне то есть ладно в принципе о давайте ну 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 пизду они никогда не догадаются они никогда не догадаются это невозможно таймлайн изменчив а это фраза которая была написана чертеже тоуном и сейчас шерлок понял что она она работает с тоуном детективы детективы хорошо вау 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 охуеть догадались догадались пизда прошло а они догадались быстрее чем я думал отсылка человеку пауку говорю что это зачем таки зачем такие жирные отсылки уже и так все поняли в косплееры нету косплееров костюмы то получше будут к сожалению поздно поздно как говорится еще не или вечер убийца это испортит сценарий блин на самом деле они ну типа так тупо все сделано в этом сценарии что им приходится так тупо оправдываться ну пиздец вообще вообще бред какой то полный бра что это блять такое кто это кто это блять зачем это нахуй где нормальный злодей что это за дауны блять ёб твою мать ну сколько можно уже я не могу блять пиздец самый бред заключается в том что они не имеют своей мотивации а ими управляют вот эти хуйни вот эта штука в голове на самом деле вот эти мысли все и дает то есть они не сами по себе злодеи это вообще типа ну я не люблю такой типаж злодеев он вообще слабый такой типаж злодеев считается потому что у них нет собственной воли они обычно выступают как второстепенные злодеи в разных сюжетах на подсосе у основного злодея у которого есть четкие мотивы которые руководствуют своей головой без всякого вмешательства а это кто блять это что такое нахуй уберите блять с экрана это позор ну все он раскрыл по сути нору окей а это язык язык таймлайна что ли типа того то он же сказал что его знания в любом случае будут оставаться при нем помните я говорил еще в прошлом сезоне вроде что эта хуйня как раз сохраняет знания несмотря на то в каком ты таймлайне то есть таймлайн может изменяться а ты будешь помнить что было в прошлом таймлайне даже если если его меняет кто-то другой то ты помнишь и узнаешь об этом типа такого подождите смотрите смотрите у нее есть машина времени машина времени почему она не может переместиться и не спасти своих родителей я еще ебанусь просто блять я все я ебанулся походу такая хуйня блять вместо этого она другой хуйней занимается она вернулась в прошлое чтобы вернуть силы своему дяде ебану все мне похуй мне похуй все пизда дядя жалко мужика пал цикада первый в бою великая смерть великая смерть великого злодея великая смерть великого злодея Его запомнит 0 человек Поаплодируем Все в ахуе Охуеть, он умер Вау На 17 серии Он должен был прожить одну серию, как минимум Прожил 17 Да, жёсткий тип Разъёб 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 Препиздатая сцена Нора Слон Нора Скажите, что это не правда. Она не может. Потому что это правда. Мама... Я хотела тебе сказать. Я... Я пыталась тебе сказать... Папа, пожалуйста! Папа! Я извиняюсь, что я люблю тебя! Так я. Ну, последняя сцена была крутая. Я соглашусь. Последняя сцена была крутая. Все остальное, ну... Дэм. Короче, я посмотрел две серии флэша подряд. Пиздец, звоните в скорую. Мне плохо. Это было очень сложно. Еле досидел до конца. Я уже чуть не... Ну, вы видели, да? Я уже почти сошел с ума в конце. Это была пытка, пиздец. Пиздец. Не знаю, что... Вот... Мне кажется, что если ад существует, то там крутят пятый сезон флэша подряд каждому человеку на земле. То есть, все вот... Вообще пиздец. То есть, это нереально. Мне кажется, если я попаду в ад, то у меня... Вот знаете, как описывается ад в разных источниках, что это переживание самого отвратительного момента в твоей жизни. То есть, ну, как бы... Заново и заново ты его будешь проживать, проживает. Вот, короче. Я буду в аду просто сидеть и бесконечно смотреть пятый сезон флэша. Я представляю это, и мне становится плохо. Наверное, надо... Бол какой-то... Нет? Ладно, я что-то ушел куда-то далеко. Шестнадцатая, семнадцатая серия. Так, шестнадцатая серия, я уже не помню, потому что... Я уже забыл, я смотрел ее час назад. Я не помню, что там было. Сейчас вспомню, подождите. А, они уговаривали этого придурка, чтобы он сил лишился. Да, сильная серия. Сильная серия. Там что-то была ветка Сесили Джо, где они сюсюкались. Хуйта, блядь, вообще поганая. Все остальное, блядь... Вроде бы основной сюжет поставлен так скучно, так убого, так дебилно. Просто дурацкий. Просто идиотский сюжет. Идиот какой-то вообще максимально придурочный. Просто какой-то Орлен Дуайер. Кто это, блядь? Кто это, блядь? Чем он будет? В итоге его вылечили все-таки. То и только нужно соглашение обязательно. Чтобы он согласился, чтобы его вылечили, иначе никак нельзя. Пусть убивает дальше. А если не согласится, поставь. Главное согласие. Пациент. Пациент, блядь. Да, я не знаю. Вон, даже в Людих Х3 последняя битва была пизжа. Там просто создали-то лекарство для мутантов. И на похуй всех стреляли, блядь. Одно попадание, все, это не мутант. А тут какое-то согласие. Команда Флэша. Вы что, ебаные-то? У вас злодеи, которые, блядь, типа, вообще непобедимы. И вы пытаетесь его уговорить. То есть они даже придумывали речь для Флэша. Ну, это вообще, ну, типа... Это верх абсурда вообще какого-то. Ну, просто идиотия. Это маразм. Полнейший. Но в конце происходит твист. Появляется его дочь из будущего. И какие ее цели? Хуй пойми. Хрен знает. У нее есть машина времени. Она может спасти своих родителей. И тогда вообще ничего не будет. То есть вообще нормально. То есть все будет. Но нет, она руководствуется чем-то другим. Понятно, что это все из-за того, что у нее в башке какая-то херня. Как у... У Орлина Дуайра, собственно говоря. Но это не интересно, блядь. Какая-то хуйня в башке контролирует челика. И что? И что? Какой в этом смысл? В этом нет никакого смысла. Мне похуй. Мне похуй. Не похуй. Не похуй. Не похуй. Понимаете? Не насрать. Ноль. Ну то есть... У Элбарда Тоуна была мотивация какая-то, да? Ну даже может у Зума что-то там было. Ну Зум на харизме просто был. У Савитара... У Савитара там пизде... Ну там тоже бред ебаный. То есть... На уровне. Понимаете? Вот Савитара. Привет, блядь. Привет, блядь. Не звони мне. Просто Савитар. Один нахуй. Мудак, блядь. Безмелький. То есть у него есть мотивация, но она вообще абсурдна. Он убивает Айрис свою любовь, чтобы отомстить Барри Алину себе. Не буду вспоминать этот пиздец там. Непонятно. У Дэво была мотивация. Вроде какая-то, да? Неплохая. Но Перса так на похуй показали и забыли. Навсегда. Ну и вот. Что это? Вторая Цикада. Что ей надо? Она прибыла сначала изначально, чтобы батю... Ой, не батю, но дядю спасти. И снова сделать его Цикадой. А потом убила. Чем руководствуется этот персонаж? Вообще теперь непонятно. Все, что связано с Цикадой, какой-то кал голимый. Просто ну кал. Ну, смехотворно. Понятно, что Перса сделали вообще... Ну, типа еще... Ну, у нее... Айната, понятно теперь, хотя бы понятно, что она может разъебывать их. Потому что когда просто Цикада с кинжалом приходила, это было смешно. Тут хотя бы у нее силы есть. Окей. Ну, то есть она, как персонаж, может быть адекватнее. То есть как злодей адекватнее, чем первый Цикада. Но по мотивации вообще странно. Очень странно. Вот. Ветка какая-то была с Дибней, Ральфом и Циска. Убогая. То есть, опять вот эти вот сопли сраные, никому не нужные. С Тоуном интересно. Вот Стоуну, все, что связано с Тоуном, супер интересно. Но этого супермало. И не хватает, чтобы серия не переставала быть калом голимым. Галима. То есть 16 серия абсолютно кал. Абсолютно кал. Абсолютно кал. И самый кал. Не знаю. Короче. Вот 17 серия получше 16. Но только потому, что там в конце 5 минут. Сцена. Мизен-сцена, поставленная Шерлоком Уэлсом. Охуенно была поставлена и разыграна. Прям перфоманс гениальный такой. Ну, для себя бы гениальный. Прям хороший. Прям эмоции пошли на пару секунд. Как будто вот этот вот антураж того, что было раньше вернулся. Как будто вот хорошо вот этот вот откровение, предательство. Вот это вот все. Интрига какая-то. Ух. Хорошо. Но до этого цирк с конями 35 минут длился. Поэтому пиздец. То есть 35 минут серии. Абсолютное непонятное, абсурдное дерьмо. И 5 минут красивого перфоманса Шерлока Уэлса. Тайны Стоуном. 35 минут. 5 минут. Как вы видите, это слишком, слишком много кала, чтобы спасти серию. Не получится вот этому спасти серию никак. Хотя там писали, конечно, в комментариях, что серия на 9 из 10. Ну, обе серии, будем честны, на 10 из 10. Ставлю им десятки. Классная серия. Паника. Только скоро вызовите меня. Или еще юморс. Все. На этом все. С вами был BlacksInfinity. Как вы знаете, я больше оценок не ставлю. Флэшу. Потому что это идиотия. Какие нахуй оценки флэшу. Всем пока. Связь.